Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Мы с вами продолжаем рассматривать и разбирать различные шахматные порталы, площадки для Блиц в интернете. И на очереди у нас очередная интересная площадка, которую, собственно, мне предложили разобрать, а именно lichess.org. Ну что ж, значит, lichess.org, вот мы находимся на главной странице. Нажмем «Войти», так, зарегистрируемся. Так как я здесь уже зарегистрирован, я просто введу логин и пароль, вы, соответственно, будете регистрироваться, если что, и мы попадаем на главную страницу портала lichess.org. Ну что хочется сказать? Хочется сказать, что интерфейс достаточно аскетичный, но при этом, насколько я знаю, а знаю я эту площадку достаточно давно, она сейчас очень хорошо развивается, и создатели этого портала молодцы, они постоянно вносят сюда что-то новое, например, там атомные шахматы внесли, различные другие фишки здесь есть. Ну давайте все по очереди. Итак, мы видим, что интерфейс достаточно аскетичный, но вот опустившись ниже, мы видим вот здесь вот лидеров, победителей турнира и открытые турниры, то есть как информация, когда что будет происходить. Если мы, например, нажмем вкладку «Игры», мы увидим все игры, которые сейчас проходят, то есть вот в такой вот интересной вкладке. Если на сайте мы тогда видели две партии, то здесь, как мы видим, народу намного больше. Здесь показывается сразу девять досок, что достаточно удобно и все видно, и все четко. Также здесь есть расширенный поиск, импорт игры, редактор доски, анализ, посмотреть все игры, посмотреть все партии, смотреть Личест ТВ даже есть какое-то, я не знаю, что это такое, но это явно идет в плюс этой шахматной зоне. Также здесь есть вкладка «Задачи», где можно, я так понимаю, спокойно порешать задачи, головоломки, координаты, дебюты. Причем ни за что не нужно платить, поскольку я знаю, эта зона абсолютно бесплатная и очень в этом плане она выигрывает у других шахматных площадок. Также здесь есть вкладка «Турниры». Мы видим, что здесь играется в данный момент открытые турниры, которые турниры закончены. Также вот есть расписание турниров, мы видим слева с вами. Лучшие игроки. Далее вкладка «Есть игроки». Здесь полностью написано, кто игроки в сети, кто лучший по буллету, то есть по пуле, шахматам Фишера. Вот мы видим различные здесь шахматы, атомные шахматы, антишахматы, переписка, классические шахматы. В общем, как я вижу, здесь жизнь кипит. Причем у игроков, я вижу, здесь тоже присваивают лычки. Вот мы видим, что LM – это у нас, я даже не знаю, что это за звание. NM – это национальный мастер, наверное. Ну, GM, понятно, это гроссмейстер, а вот LM – это я не знаю. Может быть, это Lichess Org Master? Может быть. FM – это, понятно, FIDE Master. То есть мы видим, что ранжирование названия здесь тоже присутствует, что достаточно хорошо. Также здесь есть команды. То есть здесь проводятся, я так понимаю, командные турниры. Так же, как, например, на Планете или на Час-Вегасе. Что довольно-таки удобно. Мои команды, все команды, новые команды. Вот здесь есть Нью-Усюки, Иран, российские шахматные игроки, самые сильные шахматисты русские. Да, кто ж поспорит. Также здесь есть форум. Достаточно здесь такой вот форум есть. И какой-то есть ТВ. Не знаю, что это за телевидение. Давайте теперь посмотрим настройки. Вот здесь вот есть настройка темы. Если вам кажется, что такой интерфейс слишком как бы пресный, то здесь есть различные настройки 2D, 3D. Тема светлая или темная. Ну, давайте оставим вот темную. Так вот как раз выглядит, когда Павел Николаичук снимает. Вот у него вот так вот именно выглядит экран. Ну что ж, по первым впечатлениям, мое личное мнение, что функционал у площадки огромный. Но при этом интерфейс, опять же, меня вот отпугивает. Вот посмотрите, здесь даже сколько языков. То есть очень много языков. Помимо русского, тут и английский, и все языки, видимо, мира есть. Так, здесь также есть письма. И, видимо, включить и выключить звук. 1080 игроков онлайн, что достаточно много для этой площадки. Так, ну и думаю, что мое мнение такое, что функционал у площадки отличный. Бесплатность придает ей безусловный плюс по сравнению с другими зонами, где за это требуют платить деньги. Насколько я знаю, я здесь немножко играл раньше. Партии здесь все можно смотреть свои, анализировать с движком абсолютно бесплатно, и также генерировать ПЖН. Ну что ж, нам остается только выполнить основную миссию, а именно сыграть две партии по 2 и 3 минуты, и мы с вами сейчас этим как раз и будем заниматься. Так, нажмем создать игру. Значит, классические шахматы. Вот мы видим здесь различные шахматы, атомные, антишахматы, видимо, какие-то тройной шах, или что это такое. Царь горы, шахматы Фишера и классические. Ну, нас интересуют классические шахматы, время на ход. Также здесь есть по переписке и есть безлимитные. Значит, минут на партию 5. Нам надо поставить 2 минуты на партию, и прибавка в секундах 0. И без рейтинга или рейтинговый. Но если я нажму без рейтинга, мне, видимо, попадется слабенький соперник, поэтому мы нажмем рейтинговый. Рейтинг у меня здесь 1992, немножко я здесь поиграл. Пощелкал. Так, ну и давайте попробуем. Нажмем рейтинговый. Так, и создать игру, видимо, нужно, да, нажать? Или что здесь? Или куда? А, случайный цвет, черный, белый. Ну, случайный цвет, понятное дело. Диапазон рейтинга от 800 до 2500. То есть мне может попасться как сильный шахматист, так и слабый. Так, сразу мой вызов приняли. 1581. Сыграл F4. Давайте попробуем сыграть гамбит Фрома. В гамбитном стиле. Значит, D6. Побили. G5. Так, соперник здесь оказался немножко знаком с теорией. Ну, G4. Прогоним коня. Так, и конь пошел на поле H4. Потом, видимо, на поле G2. Ну, тогда мы играем слон Е7. Давим на этого коня, а потом H5, H4. H5. И H4. Просто в наглую лезем. И хотим все здесь побить. Так, соперник сыграл слон F4. И теперь нам надо как-то прицепиться к этому слону. Можно сыграть конь F6, тогда он просто побьет. Ну, давайте побьем. И будем цепляться все равно. Слон D6. Будем цеплять этого слона. Не оставляем соперника в покое. Все-таки 2 минуты. Надо ускоряться. Кстати, надо проверить, есть ли здесь примув. Например, поставить ход конь F6 на примув. Вот конь F6, примув. И конь Е4, видимо, следующий ход. Или конь H5. Конь C3, наверное, будет сыграно. Нет, сыграно. Ферст D3. Так, ну, мне нужно развиваться просто. Конь C6. Сейчас он может уйти в длинную рокировку. И попробуй его там достань. Ну, нет, соперник молодушничает. Ладно, играем в ферзь Е7. С идеей конь Е4 теперь наконец-то впилить. Длинную он, кстати, правда, рокировку не мог играть. Что я говорю, у него же конь на Б1. Вот теперь он хочет так сыграть. Так, и что же нам здесь попробовать? Можно попробовать побить. И сыграть конь D5. С темпом нападая. Если слон уходит на G3, то конь Е3 здесь уже очень неприятно. Становится все это дело. Потом там слон на F5 летит. Так, ну что? Е3 не сыграешь. Так, а вот так конь Е3. Попробуй, как говорится, меня отсюда выпихни. Правда, слон F2 какой-то есть ход. Слон F2 и нет хода слон F5 из-за того, что он просто побьет моего коня. Да, соперник это нашел. Так, ну что? Что здесь можно придумать? Побить на F1. Лишить рокировки. Ладно, давайте побьем на F1. Время уже мало, 44 секунды. Так, рокировки мы его лишили. Богополучно. И играем слон Е6. У него нет хода D5 из-за того, что я 3 0 делаю. Так, вот теперь он хочет это сделать. Но все равно пока нету, потому что конь Е5 будет в промежутке. Поэтому сейчас хочу конь Е5 и слон C4. Нет, слон C4 нет хода. Конь D2 мешает. Ладно, попробуем все равно прострелить здесь поля. D5, конь Е5. Потом отойдем просто слоном на D7 и будем крепко стоять. Соперник тратит последние секунды. Слон, значит, D7 нападает с темпом. Ну, нападает он на пешку. Понятное дело, защищаемся. Сейчас, наверное, может быть будет слон C5 сыграно. Нет, конь C4. Зевок коня. Спасибо. Соперник уже находится в диком цветноте и сдался. Ну что ж. Так, я вот не успел проверить примув, потому что... Давайте теперь попробуем сыграть 3 партии. Ой, фу, 3 партии. 3 минуты на партию. И давайте проверим, можно ли здесь как-то, как я говорил, уже анализировать. То есть, может быть, сейчас ввели какую-то плату. Вот мы сейчас посмотрели, увидели эту партию, допустим, и я хочу ее как-то проанализировать. Где вот это можно сделать? Так, ну вот пока не вижу заметки какие-то, окно чата. Так, здесь вот развернуть доску. Видимо, что-то вот здесь нет, это все. А, вот анализ. Вот же есть вкладка анализ. И вот здесь вот мы можем разобрать, видимо, с движком, да? Посмотреть, как изменялась оценка. Или куда-то надо нажимать. Я пока не вижу. А, вот вижу. Компьютерный анализ, время ходов и FNPGN. Вот, пожалуйста, видите? FNPGN. Абсолютно все бесплатно. То, что дается на Вегасе за деньги, здесь все выдается бесплатно. То есть, вы можете без проблем скачать в партию. И вставить ее в ChessBase, например, поанализировать. А также вы можете ее прямо здесь. Компьютерный анализ. Запросить компьютерный анализ. Производится компьютерный анализ. И сейчас, видимо, движок считает ходы. Так, вот. Мы видим, что здесь вот всю партию, как бы, у белых был достаточно серьезный перевес. В какой-то момент даже Kf6, может быть, я неверно сыграл. И потом вот перевес ушел резко в мою сторону. То есть, дебют я, может быть, сыграл и не очень здраво, скажем так. Вот после хода Kf6 плюс 1 и 3, по мнению компьютера. Ферзь d3 неаккуратно. Лучший ход был Kc3. Просто развиться. Kc6, c3, слон bf4, Kd5. Ошибка. Плюс 1 и 6. Неаккуратно. Лучший ход Kh5. Я, кстати, выбирал между ходом Kh5 и Kd5. Слон g3, слон e3. Слон f2. Неаккуратность. Лучший ход Kc4. А, вот. Я-то думал, что здесь все нормально и застревает. А здесь Kc4 меня просто выпихивает. Ну, вот видите, с движком, как говорится, спорить бесполезно. Вот так вот можно интересно посмотреть, полистать. Ну что, да, достаточно все круто. И теперь давайте мы нажмем еще раз вкладку игры. Так, вернее, играть. И сыграем 3 минуты. Уже более такую осмысленную партию. Создать игру. Классические шахматы. Значит, время на ход. Минут на партию их поставим 3. Рейтинговая. И опять же, случайный цвет. Здесь у меня рейтинг по 3 минуты побольше. 21.10 я наиграл. Сейчас посмотрим, какого мне дадут соперника. Так, соперник 1985. И поехали. По 3 минуты можно проверить даже при мув. Вот сейчас d4, d5. Конь c3, de и конь e4 на при мув поставили. Да, конь e4 работает. При мув прекрасно работает. Все. Проверка проведена успешно. Ага, система с ходом g6. Здесь сразу h4, h5 же можно цеплять. Или это опасно? Ну давайте попробуем. h5. Просто сейчас сразу проталкиваем пешку. А слон g4, слон e2. Ничего страшного. Все равно все это дело разменяется. А вот это вот... Это хорошо ли вообще так играть? Подождите. Конь бьет h5. Ферзь a5, шах. Ну и что? Слон d2. Все равно все висит. Бьем. И бьем ладьей. Да? Или ферзем? Не, ладьей. Зачем ферзем? Ага. Ферзь бьет d4. Ну в принципе логично. Ну хорошо, мы побьем. И прицепимся к пешке h7. Ншпиль у меня должен быть неплохой. Пока пешки не хватает. Но пешки h7. И соперник здесь застрял в центре. Сейчас может быть просто я могу рокировать. То есть даже не буду спешить. Вот конь f3 сначала сыграю. Правда он конь f6 может сыграть. И тогда у меня ладья. Или сразу взять. Конь f6 соперник хочет сыграть. Поэтому наверное лучше отъесть. Я думаю. Отъесть пешку. Чтобы, как говорится, команда не волновалась. Отъедем пешку. Потеряем немножко темпов. Но позиция примерно равная. Ладьи исчезли с доски. Теперь нам будет рокировать только в длинную сторону. Так. Ну это интересный ход. Слон g4. Это не давая мне пойти конь f3. Но конь может пойти на e2. В принципе мы не гордые. Мы можем и на e2 отойти. Так. Слон b6. А вот теперь уже можно сыграть наверное f3. f3. Отогнать слона. И на слон e6 можно еще конь f4 сыграть. Еще раз напасть на этого слона. Не дает покоя мне этот слон. По времени, кстати, просел, пока болтал. Давайте ускоряемся. Сейчас будет 3-0-3-0. Да. 3-0-3-0. Может быть e5 будет сыграно. Нет. Конь d5. Тогда меняемся. Меняемся. И играем слон f4. Так. Соперник все просто хочет менять. Ну что ж. Его право. Ладно. Если соперник хочет заребиться, я не против. Времени у меня поменьше. Рейтинг побольше. Времени поменьше. Так оно примерно у нас и уравнивается. Но соперник задумался. И на самом деле абсолютно равный. По 5 пешек. И в воде легкая фигура. Что он здесь может придумать? Ого. d4. Видимо с идеей e5 сыграть. А если водя e1. Не давая. e5 сыграть. И нападая на пешку. Так. А теперь вот уже. А подождите. Нет. f4. Теперь. Чтобы e5 хода не было. И теперь водя e4. Я хочу сыграть и забрать пешку d4. Она теперь слабенькая и изолированная. Ему слон c6 играть. Да. Нужно. Ну тогда g4. Мы здесь уже сейчас свою проходную будем создавать. Не все же ему проходные создавать. Так. И попробуем водя e5. И водя h5. Вот спасибо. Соперник просто мне отдал водю. Не знаю для чего. Наверное скорее всего мышка сорвалась. Был ход водя g8 у него. Заготовлен. Ну понятное дело что теперь с лишней водей. Предложение возврата отправлено. Камон. Что это. А как. Я не знаю как. А. Ваш оппонент просит вернуть ход. Ну хорошо вернем. Правда это не принято. Значит. А как еще раз вернуть. Просить соперника вернуть ход. Вот видимо так. Вот. Да. Это явно было задумано. Это было видно. Теперь e5. Видимо. e5 шаг. Так. g6 e4. Тогда попробуем. Нет. Так он съест. Так. А так у меня могут быть проблемы. Ладно. b4. И g6. Здесь уже надо мне ускоряться. 9 секунд у соперника. Так. Ладно. Отдадим. Эту злосчастную пешку. Так. Ой. Не туда пошел. Ладно. Игра принимает фарс. Соперник теперь будет играть. А мы будем рубить флаг. Так. Шаг. Сюда. Сюда. Взяли. Сюда. И побежали. А. У меня еще и времени меньше. Ну вот так вот соперников прощать. Да. Черные победили. Ну что ж. Ладно. Это был такой скажем прикол. Соперник отдал ладью. Я вернул ему ход. И он меня победил. Вот. Это говорит о том, что в шахматах конечно ходы возвращать не нужно. Ну да ладно. В общем вывод такой, что leches.org отличная площадка для игры в интернете с кучей всяких фишек. Причем они абсолютно бесплатные. За это не просят деньги. Все возможности, которые есть например на шахматной планете, такие как вот видите даже возврат хода, командные турниры и прочие. Все здесь есть. То есть leches.org включает в себя все, что есть в других шахматных площадках, но при этом является абсолютно бесплатной. В общем мой вердикт, что leches.org просто рекомендую всем и вся. Отличная площадка. Присоединяйтесь, играйте. Ну а для вас разбирал и комментировал Олег Сломаха. Всем спасибо и всем пока. Увидимся на следующих шахматных площадках.